доброе утро переночевал я в гостинице рахат стоил это недорого снял комнату как я вчера говорил 3 500 койко место мужчина который ночевал в одной комнате с утра мы с ним поговорили тоже местные тоже тут по командировкам по работе в этом селе марка коль мы тоже немножко про про места по рассказывал не на моем пути следования в общем все люди которых я встречаю так или иначе все дают какой-то позитивный отклик так я остановился собственно зафиксировать вот отметка на выезде села 0 ну то есть начало пути в ту сторону и окончание пути когда ты едешь оттуда 91 куда вот 91 для меня пока вопрос даурунхайки куда я сегодня направляюсь 57 километров 91 но посмотрим откуда идет отсчет попаду я туда или нет так вообще мне нужно выпить таблеточку немного мельдония так его назовем в дорожку панангин принимаю за содержание магния так как он ну нужен в таких путешествиях и вроде как помогает отсюда у меня и хлеба надеюсь и не будет водичка на сегодня бесплатно куча колонок набрал воды вода хорошая сразу на выезде села пошла грунтовая дорога ну и все грунт и теперь будут около 100 километров ну вот видимо как на той на том столбике написано в 90 там сколько один ну все вот они испытания для этого велосипеда для меня и моей задницы наконец-то мне пригодятся вот этим трекинговые подскажем ботинки я с собой взял только их я в них поехал не стал брать там какую-то вторую комфортную пару обуви кроссовки в которых я накатал 4000 километров за прошлое за этот сезон какие-то сланцы смотришь вот людей тоже едут на велосипеде берут там велотуфли едет вело туфлях которые мы такие встегиваются у меня сколько моментов уже было где я просто даже с этих педалей то съели успевал соскакивать вот особенно по таким дорогам или на груженном велосипеде велотуфли хорошо когда ты едешь на легке на легком велосипеде по городу может вот а тут по незнакомым дорогам мне кажется это прям нужно быть очень подготовленным всем проблем это в том что во первых их некуда было положить ввести их просто собой сверху на сумке повесить но не знаю так ли они мне нужны я уж потерплю жару и в этих ботинках еще такого страшного вода вот еще одна прелесть грунтовых дорог вот этого пылища от встречных машин особенно грузовиков продолжение мысли не договорил люди которые едут вела туфлях ну или просто в какой-то обуви в которой они идут на велосипеде и потом такая обувь типа в лагере походить когда уже палатку поставил типа сланцы там ну я не знаю сланцы для меня такая весьма специфичная обувь в ней то по пляжу не всегда удобно ходить а так по траве по мокрой по высокой земля бывают всякие там какахи лежат оставлены крупным рогатым скотом и ну не знаю бывает просто элементарно холодно я вот в основном когда палатку ставлю уже так довольно прохладно зачем мне это счастье эти сланцы зря тащить только в общем я выбрал одну пару обуви которая будет ну так скажем для самого тяжелого случая самый тяжелый случай как раз у горные перевалы дождь плохая дорога холод потому что в тех кроссовках в которых я обычно ездил ну в них уже в плюс 15 плюс 16 довольно таки некомфортно они продуваются ну при этом ноги потеют и начинает мерзнуть в общем это не тот случай вот еще раз граница вот она рядом здесь моя любимая стиральная доска дорога идет вниз но разогнаться невозможно китайские песочные барханы удивительное зрелище не перестает меня удивлять впечатлять еще когда первый раз это смотрел чужих видео обзорах и на карте на карте прям хорошо видно раздел границ а еще из-за того что еду медленно на меня на ноги садятся мухи такие мелкие и они кусаются я как как короче вот как на корове собирается много мух она хвостом отгоняется мне приходится руками отгонять как хорошо что ветер не в мою сторону все блин пойти невозможно ехать камеры в руках немножко хотел рассказать про характеристики велосипеда где-то там в ранних видео я говорил уже что вот так он как ну в стоке да ничего не менял имею ввиду трансмиссию система шатунов и задняя кассета или в простонародье передние задние звезды в общем на самых на самой короткой передачи так скажем самая маленькая 11 в общем я в гору ехать не могу этого хватает на асфальте где-то максимальный подъем 12 градусов 12 вернее процентов градиент здесь вот я сейчас поднимаюсь это только самое начало мой теперь велокомпьютер позволяет не оценивать 18 процентов градиент был и это учитывая что вот по такой гравите когда ты давишь на педали у тебя просто как колесо проскальзывает на камень наезжаешь его дым проскочила и все ты крутящий момент потерял и спрыгиваешь что велик назад не укатился в общем очень еще много предстоит сегодня и дальше последующие дни именно в таком такому ключе подвигаться трекинговые ботинки в помощь кстати заказал на алике за 14 500 14 500 караганде что можно купить из более-менее такого ну точно на 50 придется дать конечно они еще у меня только тоже в самом начале обкатки но пока я прям довольна про трансмиссию не договорил то есть для таких вот путешествий я конечно понимал что не будет недостаточно этих звезд но закупать экспериментировать там я уже не хотел да и что-то времени средства поджимали всем передняя система у меня 48 32 2 звезды и сзади кассета на 10 скоростей от 11 до 33 то есть вот минимальная это спереди 32 сзади 33 но грубо один к одному одно вращение педали одно вращение заднего колеса этого недостаточно нужен коэффициент 0807 короче на будущее такие путешествия как бы по городу гонять то вообще нормально едешь от на шоссейнике а сейчас ну как бы для специально для путешествия наверно прикуплю другую систему может быть это будет вообще одна звезда такого меньшего размера пусть те же 32 36 и заднюю кассету с более пониженной передачи больше чем 33 может быть 42 даже что такое короче надо почитать посчитать подумать купить и все это все меняется в принципе за 15 минут имея определенные инструменты нам как вот не обозревать такую красоту я иду пешком по этому перевалу по этому подъему тащу велик и вот ни разу не жалею так хорошо здесь тихо иногда конечно вот машины проезжает пыля так классно проходил смотрю что внизу шелестит а тут вот такой вот обрыв шиповник вот стоит черный думал набрать немного для вечернего чая но я туда не полезу одно неловкое движение тут костей не соберешь кстати поднялся вот 1000 метров над уровнем моря и уже чуть-чуть но заметно ветерок такой по прохладнее стал я даже очки снял хочу все своими глазами новенькие китайские трактора на тест-драйве на перевале мраморный едут своим ходом в урунхайку работать на полях от них еще даже пахнет не соляр и таким чем-то новеньким как вот краска что ли так вот новая техника пахнет еще даже новой резиной мне кажется пахнет интересно какой там градиент на этом подъеме трактора он эти мало мало карабкаются ну я должен один что-то встал наверное дистанцию держит просто я узнал что у меня есть огромная семья и тропинка или сок в поле каждый колосок реки небо голубое это все мое одно и дальше там не помню я это родина моя всех люблю на свете я вот они красавцы поехали подошел сейчас тоже с ними немножко поразговаривал сам это просто приезжая говорит к нам в урунхайку есть музей есть в озере говорит может даже искупаешься я сейчас здесь посижу такая площадочка не знаю самая вершина этого перевала или нет 1232 метра на уровне моря в интернете я вчера смотрел перевал мраморный высшая точка 1317 короче если чем не еще 80 метров подъема уже не страшно после вот этого всего сейчас самая сладкая часть путешествия можно не рвать не не гнаться за километражом захотел отдохнуть единственное конечно нужно до урунхайки добраться чтобы в палатку развивать хотя можно и даже в палатке замочевать еще бы и нет впереди еще две с лишним недели в отпуске у меня там в общем и целом получилось 25 дней сегодня 5 день путешествия 6 6 день отсюда бы дрон запустить бы туда вот слетать на песке на границу с китаем так сказать отправить дрон на историческую родину побывать но боюсь там какие не глушилки стоят день там упадет блин да и если делать то делать нужно было это пораньше когда граница ближе было обалдеть вот это бархан по территории огромное то он дальше вон там он там дорогу видно дорога ровная ровно идет уже поэтому по китаю там что светится у них вдалеке кажется впереди небольшой затор такое встречное движение будем держаться левой полосы будем держаться правой полосы привет привет салам алейку вот ничего страшного преодолел я первый перевал высота все еще 1270 потом местами максимум в таком в крутом пике было 1320 наверно а потом там полога полога набиралась высота и все и потом вниз спуск надо было вам тоже заснять но уже не охота было останавливаться крепления доставать пусть нам с руки нереально было этом стоя на педалях в двух руках зажатых тормозах где-то чуть-чуть отпустишь тормоза он мгновенно разгоняется а там бывает никак здесь хороший такой грунт там просто камни в навалку и у тебя как бы большая вероятность ну руль прям хорошо надо крепко в руках держать чтобы не вырвало где-то подтормаживать где-то объезжать в общем такой опасный участок но это был самый наверное простой перевал посмотрим что будет впереди простой имею ввиду что по высоте дальше будет еще алатайский и перевал бурхат это уже на выезде на котором бурхат по моему там то ли 2000 то ли 2100 что-то такое но надо сравнивать же не высоту над уровнем моря как сказать разницу высот у подножия перевала доставить какой высоты ты начинаешь там условно если ты начал с полутора тысяч что-то 2 200 но это не так уж и много крик души я думаю эта дорога будет менее оживленной 2 урала два камаза за последние минут пять-десять груженые сеном вы представляете этот дом просто едет какую кушу пыли он подымает все бы ничего но я уже устал пылью дышать ветер спину дует и как бы от пыли деться некуда там ни слева ни справа то без разницы где ты идешь они едут просто бесконечно да и несмотря на то что я проехал перевал дорога продолжает идти вверх немножко там покайфовал несколько километров и снова толкаю свой велосипед сумками уже почти 1400 высота вообще за сегодня набор высоты общий да со всеми там подъемами спусками 950 столько же я набрал вчера за весь день за 190 километров который я проехал а тут вот за полдня за там меньше 30 километров в общем тут это нервничаю хоть по чуть-чуть хочется уже хоть медленно но ехать боже все еще вверх село акжайлау расположена между получается селами маркоколь и урунхайка отсюда до урунхайки где-то 24 километра вот хочу раздобыть здесь воды про магазин молчу колоночку вы найти пополнить запас а то я там на перевале много выпил салам алейкум я с караганды с караганды ну я думаю с караганды еду с жангиза жангиза да да на поезде до жангиза и вот здесь оттуда вот уже сюда еду как нам рау мамы пешочком на велосипеде я не смог там где где-то потихоньку потихоньку потом уже пешком хотел спросить колонка воды набрать есть у вас вот здесь речки прям средств прям с реки можно набрать чистое у вас здесь до природа чисто этим воли вы высоко там сейчас возле дороги все речки там эти как по стол назвать как называется земли родник родник да можно все пить здесь ночью холодно мне говорили у меня есть палатка спальный мешок и эти теплые вещи но я планирую до урунхайки доехать а там уж гостевой домик возьмем до гостевой домик у нас 95 градусов ночью ночь сейчас до опускается даже в урунхайки даже холоднее днем шортах ночью в это пушлатах ходить сейчас там 4 километра асфальт потом обратно асфальт будет я и не рассчитывал что асфальт будет пойдем домой покушаешь да не спасибо я кушал буквально вон там останавливался я не просто вот немного пообщался с местными люди а по основному так останавливаться общаешься с ними спрашивают да что предложат полностью заходи покушать все я отказался я в принципе произошел покушал скромный человек поехать нужно там урунхайки уже два часа я хотел набрать воды остановился спускаюсь к реке вот подмозг думаю что за звук а тут лошадки прячутся от жары привет побеспокоил и побеспокоил все возмущаются вот так вот люди здесь и живут все по-простому велосипеды на улице вода пей из реки сколько хочешь чистая дома вот такие деревянные особенно конечно не передает такого жизненного жизнерадостного вида вот эти цветные крыши домов трактора техника стоит все открытое но понятно что здесь все свои кому тут никто ни у кого ничего не украдет едем дальше да еще встретил двух ребят которые на мотоцикле догнали сказали впереди будет асфальт не обманули то есть его были асфальт кайфом немного эх хорошо какая прям как будто босиком по травке идешь вкусить потому что с этим перевалом велокомпьютер конечно не покажет но калория потратил прям дофига вопреки моим ожиданиям наверное плохо карту смотрел перевал это не означает что ты на него поднялся и потом такой будешь спускаться этом спустился чуть и раз опять все время поднимаюсь но такой очень пологий подъем сейчас уже высота 1500 полторы тысячи метров над уровнем моря чувствую делать чувство голода не чувствую чувствую энергии нет в организме то есть угля углеводов как говорят спортсмены поживи немножко орехи конечно это не совсем углеводы но чет надо перекусить попить тут сейчас будет такой спуск хочу поснимать немного вон там перезарядил аккумулятор высадил короче один вчера не было возможности зарядить нормально вчера подзарядил телефон зарядил велокомп у меня короче почти разрядился я уже говорю там зарядка одна была две кровати мужчина короче первый который занял он действует у него было две розетки а у моей кровати не было разъедки я там в общую комнату такая типа чайная или коридор там кинул и уснул проснулся зачем телефон поставлен зарядку подзарядил немного но у меня с собой три аккумулятора заряжен ну и сейчас принципе грунт хайки если будет домик заряжусь одевайся как машина и пыли но таким подкормом тоже питаюсь сухие всякие сухие киви сухие фруктики киви манго мне нравится прям манга вообще огонь то еще и пробовал бананы дыня но так себе на любителя банан услышу тогда просто банан съесть но и чтобы вы понимали это просто такой дневной перекус по ходу движения потому что сейчас сесть и прям на лопаться чего-то то будет очень тяжело ехать нужно будет отдыхать час после обеда вон сеноморф сеновоз или на такой подкорм батончики шоколадные у меня есть но они от жары раскислить и есть их в таком виде прям совершенно не хочется салам алейкум долго еду отдыхаю много но темнеет рано да ну я сейчас чуть-чуть перекушу и вот уже там хайка рядом доеду через час не будет считаться не будет что сам доехал получил замечание долго еду говорит надо действительно двигаться уже последний я здесь горах поставил себе за указатель не пробега и времени а альтиметр по высоте смотрю потому что иногда окажется что едешь вниз ну такое ощущение что дорога вниз идет но тебе приходится крутить педали и при том при том тяжело крутить педали посмотришь оказывается ты набор идет эту такую особенность еще раньше никогда не видел здесь получается но высота же какая-никакая пусть там 1500 метров но на километр ближе к небу чем в караганде и небо такое прям синяя с ней голубой а больше стакать такого тем темно темных оттенков именно синяя синие вот посмотрите или может быть это еще на контрасте зелеными вот этим травами деревья а чё я записывал сейчас всю дорогу я записывал спуск я оказывается не нажал эхо столько интересного было столько интересного я рассказал и показал фу твою мать черт побрал бы уже не буду рассказывать про воблинг на то как я задницы придерживаю сумку заднюю и про то как я саныча каждый раз вспоминаю как когда рассказывал ему двоя наехал уже подъезжая караганде очки сдуло у меня с кепки я в тормоз дал не сумка меня короче догнала задняя ну как вот я говорил там фура о родничок марка кольская лесничество замечательно саныч короче в общем тебе привет посмотрим что тут за вода как всегда немножко на мусоре на как же без этого ну-ка я проверим то заводится лёдненькая какая ну что-то обидно то что я столько рассказывал и про родники про все да смурдяк плавает ладно не буду здесь тоже набирать чистое нечистое черт ее знает в аптечке от расстройства желудка у меня ничего нет еще я рассказывал в том незаписанном видео что как дается тяжело каждая сотня метров набора высоты и как легко ее слить на таких вот спусках причем размениваешь не на скорость высоту ну просто конечно педали не крутишь но тем не менее ты спускаешься на тормозах приходится тормоза сжечь и немножко вот так вот всталешь на педалях скучаешься назад задницу короче назад скучаешь для лучшей развесовки по осям чтоб велосипед легче контролировать если наоборот вперед наклониться и дать в тормоз ну вы понимаете да как каждый в детстве надо через руль падал короче превращаем высоту скорость и тепло тепло имеется ввиду выделяется тормозами тормозными дисками колодками какой камень я поймал взялся без очков тяжело ехать хочется конечно и природу посмотреть но на таких спусках больно забывает ну что что там 52 54 урумхайка где два километра осталось где деревня урумхайка речка тут река солоная а я все еще не доехал вон она показалась наконец урумхайка живописный спуск живописный спуск фон до и но в вот у мазь в надо свотографировать с самого въезда понял как же здесь офигенно снимать это конечно хорошо не сначала гостевой домик найти где-то он по моему вон там вон озеро озеро морковой сегодня мы посмотрим еще а Местные смотрят на митаке, опять эти туристы. Но как вам вид, смотрите. Вот оно озеро, жемчужина восточного Казахстана, Маркоколь. Я что-то даже не представлял, что он такой огромный. Заселили меня в такой домик, туалет на улице, это баня. Вот гостевой домик. Здесь я пока один, никого нет. Такая небольшая терраса. Это мы потом вырежем. Посмотрите, ручки на дверях какие. Мощь. Ну вот это типа столовая. Это, я не знаю, подсобка. Короче, здесь есть такая кухонька. Можно кушать, приготовить. Здесь вот можно покушать большой компанией или маленькой. Дальше идут номера. Вот это мой. Здесь я буду один сегодня. Как он, круто. Посмотрите. Как это все сделано. Аутентично. Супер, супер, супер. Мне нравится. Пока здесь в этом домике только я один. Пойду я искать кафешку. Там я видел. Там ездим. Ну или просто магазин. Хочу есть. Хочу пить. И хочу отдыхать. Так. Может быть, я останусь еще на одну ночь здесь. Сейчас переночую. Посмотрю, какая погода. Какие свои дальнейшие планы выстроим. И уж так мне понравилось вот на въезде. Буквально все. Хочется просто камеру не выключать. Прям все круто. Это я еще на озере не был. А завтра с утра. Что там? Час-два. И снова в путь. Не знаю. Мне кажется, я здесь все-таки заночу. еще один день. Я решил воспользоваться кухонькой. Сначала было газовую корелку развести. Я сходил. Вкусно покушал. В кафе. Диаспол называется. Оно было самое первое на въезде. Это если ехать с моей стороны. Как я ехал со стороны наркоколи. Так. Это все я хотел помыть. На кофе стронг. Я в общем в этом кафе взял манты. Взял салат. Салат был просто бесподобный. Салат помидоры, огурцы, перец, лучок. Порезан. Я прям солью так хорошо посыпал. Водно-солевой баланс нарушен немного. Поэтому соли хочется. Прям соленого хочется постоянно. Дома в Карганде, когда я устраиваю такие заезды. Типа Батакару. Я приезжаю. И у меня дома обычно стоит такая 0,7. 3-литровая баночка маринованных черри помидоров. Я прям открываю. И вот этот весь рассол выпиваю. И помидорчики съедаю потихоньку. Прямо вот это то, что нужно. Так, три в одном. И сахарок там уже есть. Ну, розовая кружка, розовый чайник. Но ничего страшного. Зато свою посуду не доставать. Я с Велико снял все сумки. Я вообще не знаю зачем занялся их в номер. Можно было этого не делать. Но я думаю, что термобелье мне пригодится сегодня. Я потому что заходил в кафе. Солнышко светило еще. Было тепло. А назад ушел, солнце село. И сразу, сразу холодно становится. Прямо капец как. Сумки снял. Зашел. И вот хочу. И хочу выпить еще горячего кофе. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok